Сергей Сергеевич Смирнов Сергей Сергеевич Смирнов Очень известный публицист, очень известный писатель Он озвучил имена неизвестных героев Великой Отечественной войны Во-первых, после того, как он провел свое гигантское исследование по Брестской крепости Стали известны имена героев, это и капитана Зубачева Это и Фомина, это и Мартиросяна, это и Петра Гаврилова И он рассказал людям о том, что же было в крепости на самом деле То есть находил именно те героев, которые были там И разговоры шли именно с оставшимися в живых героев Например, тот же самый Петр Клып, известный Именно из первых уст было рассказано о том, что же было на самом деле в Брестской крепости Кто возглавил оборону в Брестской крепости На каких участках что это происходило Какую внес огромную гигантскую роль в это, например, капитан Иван Зубачев Это он был, собственно говоря, руководил обороной всей цитадели Брестской крепости Или полковой комиссар Ефим Моисеевич Фомин Кто охранил западный сектор? Это лейтенант, командир 9-й пограничной заставы Андрей Митрофанович Кижеватов О нем тоже вообще не было известно Куда делись люди, пропали без вести Он же исчез, то есть он где-то растворился И только потом в процессе разговоров оказалось, что он раненый Остался прикрывать отход остатков погранзаставы и всего этого округа Но не все вырвались из Брестской крепости Об ее истории рассказывать можно долго Как она была организована, как была сделана То есть это же цитадели и вокруг нее форты Один из фортов, Восточный форт, защищал очень всем известным Это Петр Михайлович Гаврилов Это Восточный форт, это такое подковообразное сооружение И в нем собрались остатки из разных частей И в гигантской панике этот человек ухитрился собрать людей Совершенно в истерике собрал, объединил И они не держались до, собственно говоря Он был захвачен в плен 23 июля То есть практически месяц люди обороняли вот этот Восточный форт Когда забирали в плен уже раненых, уже совсем истощенных советских солдат Они были все в шинелях Они же были в подвалах Это там холодина, спачейская Потому что рядом бука, рядом муховец Там внизу вода Ну, очень-очень было холодно Конечно, обо всех ужасах защиты Брестской крепости трудно Сейчас рассказать Но Сергей Сергеевич, он нашел каждого человека Например, Раису Авакумову, эту медсестру Вот, о ее подвиге, как они добывали воду И чтобы набрать флягу, там 2-3 человека должны были погибнуть В этой книге, которая называется «Страница народного подвига» Он же описал не только это сражение, да, в Брестской крепости Здесь, в Сталинград, на Днепре Ну, мало что знало в обороне Брестского вокзала Ведь никто не знает, да? Там где-то ехали отпускники, порядка 60 человек военных И начальник милиции местный, вот этой, в Брестского вокзала Они сначала выскочили из города, встретили немцев Перед самим городом Брестом был бой Но куда деваться с винтовкой по 20 зарядов против армада такой Об этом тоже есть, да, надо, все это надо посмотреть Про неизвестных героев, например, итальянского спортивного Ревут самолеты, и танки гремят Дымится гранит опаленный Врагу не сдаются 13 солдат, последних бойцов гарнизона На стенах грохочет разрывов гроза Дрожит под ударами камень Но раненый дважды зовет комиссар за мною На стены, под знамя Пусть мало патронов, и смерть спереди Не станем вовек на колени Товарищ, товарищ, на стены иди Там знамя советской рейды Вот такое стихотворение Вот написали сами защитники Кривст Никто не знает, кем оно было создано Оно немножко длиннее, я его только процитировал Ну, война есть война Но, тем не менее, героизм наших солдат Он бесценен И он описан вот в этой книге Аминь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok